Очень важно, чем же действительно можно вылечить и вообще вылечить можно ли через магию, через волшебство, через заряжание воды. Сейчас мы посмотрим, чем можно вылечить кашель. Сейчас это актуальная очень тема, это и для взрослых, и для детей, и для девочек, и для мальчиков, чем же вылечить кашель. Ну что, смотрим мы вместе, нам карты с вами расскажут, все покажут, как делать, зачем, почему. Потому что многим болезни они даются не просто так, а вот бац, какой-то волшебник все вылечил. Вылечить-то не проблема, главное мы должны сейчас понять, зачем этот дан кашель, чтобы человек полежал, задумался, потратился на что-то, что не планировал. Итак, как можно вылечить кашель? Ну первое время, конечно же, мы посмотрим сначала ваши энергии, потому что, еще раз говорю, нам болезни даются не просто так. Чем вылечить кашель? Зачем они тебе дали эту болезнь? Назовем первый вопрос, зачем дали тебе эту болезнь? Семья, потому что переживаешь очень много за своих родных, близких, за детей, за внуков, и они говорят, что она его просто приобрела, то есть иммунитет у нее просел, и плюс еще деньги и заработок. То есть ходит на работу, может там разбито, или иммунитет, короче, слабый, может мало спит, но все это связано с семьей, переживания за семью, переживания за какой-то родной дом. Поэтому, говорит, у нее и кашель появился. То есть мы в этом видим, что здесь не проклятие, а здесь именно то, что тебе дано, сама виновата, так сказать, переживаешь много за других. Вот, сейчас еще по одной карте проверю. Да, она переживает за какую-то дорогу, как будто, знаете, она переехала в другой дом, и переживает за тот дом, где именно ей роднее, где именно родственники живут. Вот, поэтому тебе дано, да, это болезнь. Итак, простуда. Сейчас мы в конце посмотрим, можно ли ее вообще вылечить. Простуда, кашля, вот все, что связано. Мы увидели, что это не проклятие, мы увидели, что это приобретенное из-за нервов. Ну, согласен, а также от простуды природное такое явление. Так, как можно ее вылечить ей? Так, карта мира, голая женщина здесь, карта мира, она поможет. Ну, это, карта мира, это говорит, что надо, это должно было быть, то есть это так по судьбе, ей должно примириться или смириться, что несколько дней этот кашель будет при ней. Как можно его вылечить? Они говорят, ну, если бы, говорит, его любимый был бы рядом, этот кашель бы прошел быстро, бы моментально. Либо говорят, что это кашель может вылечить только мужчина, энергия мужская. По идее, обратиться к вам в больницу, они говорят, ей еще надо. Ну, туда она не хочет идти, в больницу, говорит, не пойдет. Опять показывают на коральной любви, говорит, вот любиться бы ей, либо любимый человек был бы рядом, вообще было бы классно. Как ее вылечить? Либо еще говорят, что мужчина должен зарядить ей бокал воды, ну, как я заряжаю воду, и будет остановка, смерть, смерть, остановка болезни. Монета, монета. Ну, здесь у них один ответ, это вылечить с помощью воды, с помощью воды, а также энергии, мужской энергии, как я лечу людей. Давай я так напрямую и спрошу, я могу вмешаться, я могу ей вылечить ее стакан водой, если она поставит, пришлет, и я могу вылечить. Ну, говорит, женщину, да, вылечить можешь. Через магию. Ну, тут уже четко говорится, что там, говорит, не сколько вода, а сколько энергетически ты должен ее вылечить. Можешь вылечить, если она попросила. Давай вылечим тогда ее. Да, вот высшие силы не против. Видишь, какие карты хорошие тут. То есть тебе дают добро на то, что я могу тебя вылечить. Тогда мы сейчас с тобой свяжемся, я тебя лечу. Он говорит, денежку пусть даст все равно. Логично, что денежку всегда дают за лечение, это 100%. Это она узнает, не раз обращалась. Итак, за что делаем, что делаем, что делаем, что делаем, что делаем, на это я делаю, это созваниваемся. А мне покажите, как я ее должен, воду или энергетическую. Мне, говорит, через ночь ты ее вылечу. Деньги пусть даст, не забудет. Иначе атаки вернутся. Но про это она знает. Все, в принципе, понятно. Кашляй, сейчас я пойду и быстренько вылечу. А вам спокойной ночи. Спасибо, что были. Видите, как быстро можно избавиться от болезни. На этом все. Пока.